Самый быстрый и эффективный способ передвижения по миру, это сесть на любого летающего приятеля, для которого можно сделать седло. Хотя самый быстрый приятель по сути является финальным боссом версии раннего доступа, есть и другие варианты, которые вы можете использовать для более прямых путешествий. С места на место. Вот пять лучших летающих скакунов в мире. У всех приятелей, на которых ты можешь садиться, есть партнерский навык, позволяющий тебе это делать, и тебе нужно создать ключевой предмет на верстаке Пэлгир, чтобы разблокировать этот партнерский навык. Как только ты сядешь на них верхом, ты будешь двигаться с такой же скоростью, как у приятеля, и сможешь использовать их боевые приемы. Ты можешь увеличить базовую скорость передвижения приятеля, основываясь на его пассивных навыках. Мы обсудим это после того, как покажем тебе каждого из приятелей в этом списке. В этом видео мы просто рассказываем о некоторых особенностях летающих приятелей, но есть еще много интересного, так что ознакомьтесь с нашим письменным руководством для более подробного описания. Этот список составлен на основе нашего опыта, плюс мы также предоставили данные о базовой скорости передвижения каждого приятеля и скорости спринта, которые были собраны на сайте palwarldtrainer.com. Лучшего маунта для ранней игры можно поймать прямо в районе старта, но частота его появления довольно редко. Если ты увидишь в небе эту большую птицу, стреляй в нее из лука, чтобы заманить в бой, и постарайся поймать ее как можно быстрее. При базовой скорости 600 и скорости спринта 750, Найтвин в ближайшее время не установит никаких рекордов скорости полета. Но наличие летающего маунта очень полезно для того, чтобы доставать предметы в труднодоступных местах и преодолевать вертикальные препятствия. Седло Найтвинга открывается на 15 уровня, и для его изготовления требуется 20 кусков кожи, 10 кусков ткани, 15 слитков, 20 волокон и 20 фрагментов палдиума. Ван Ворм – второй летающий маунт, с которым ты можешь столкнуться. Он не только быстрее Найтвинга с базовой скоростью 700 и спринтерской скоростью 850, но и намного мощнее в бою благодаря своей способности воздушного мародера, который увеличивает урон, наносимый игроком слабым местам противника во время езды верхом. Лучшее место, где можно поймать веерного червя, находится за точкой быстрого перемещения у входа в ущелье к западу от первой башни синдиката, а его седло можно открыть на 21 уровне. Для его изготовления вам понадобится 20 кусков кожи, 10 органов пламени, 15 слитков, 30 волокон и 20 фрагментов палдиума. Скорость Бекона лишь немного превышает базовую скорость Ван Горма – 750 км в час, но Бекон значительно превосходит спринтерскую скорость в 1200 мильче. Вы можете найти место положения маяка Альфа-босса в бамбуковых рощах к юго-западу от центра карты, или вы можете найти их в дебрях джунглей. Северная и сушеная пустыня. Бекон – это первое крупное обновление в плане летающих маунтов, благодаря которому значительно улучшена скорость спринта. И это также наносит урон электрическим током всем вашим атакам, когда вы находитесь в седле. Как только вы достигнете 34 уровня, вы сможете изготовить седло-маяк из 20 кусков кожи, 10 кусков ткани, 20 слитков, 20 электрических органов и 25 фрагментов палдиума. Если вы достигли 38 уровня, вы можете слетать в заповедник дикой природы номер 3, в северо-восточном углу карты, чтобы поймать фалерис. Эти заповедники охраняются питом, но если вы оседлаете там летающего маунта и останетесь в седле, они не будут расстроены вашим присутствием. Фалерису может потребоваться некоторое время, чтобы появиться на свет, и вам понадобятся красные гиперсферы или что-то получше, чтобы иметь разумные шансы поймать их. Фалерис обладает отличными характеристиками и будет вашим лучшим летающим маунтом с 38 по 50 уровень. Базовая скорость фалериса намного больше, чем у маяков на 1000, и опять же со спринтерской скоростью 14 сотен. Так что разница в скорости сама по себе делает эту игру незаменимой для изучения в середине и конце игры. Для изготовления седла вам понадобится 30 кусков кожи, 10 кусков ткани, 30 очищенных слитков, 25 огненных органов и 30 фрагментов палдиума. Легендарный босс Jet Dragon в игре Pell World's Endgame, безусловно лучший маунт в игре, но на горе Obsidian предстоит тяжелая битва. Его седло в комплекте с прикрепленной ракетной установкой открывается на 50 уровне, и когда вы сможете на нем ездить, вы получите увеличенную базу скорость 1700, которая почти удваивается при разгоне до 3,3, спринтерская скорость. Для изготовления седла ракетной установки требуется целая тонна материалов, 100 кусков кожи, 200 обработанных слитков, 50 печатных плат и 140 фрагментов палдиума. Но ты станешь самым быстрым существом в небе мира Пал. Раз уж зашла речь о Jet Dragon, давай обсудим пассивные стороны Pell. Скорость передвижения Pell может быть увеличена за счет различных комбинаций пассивных навыков. Существует 60 потенциальных пассивных навыков, и вы можете судить о том, хороши они или плохи, по цвету и стрелкам, когда смотрите на Pell. При выборе скакуна вам нужно обратить внимание на Pell, у которого есть один из следующих пассивных навыков для увеличения скорости передвижения. Твоя лошадь. Nimble увеличивает скорость передвижения на 10%, раннер на 20%, а свифт на 30%. Что делает это упражнение лучшим пассивным, сфокусированным на движении. Легенда – это навык, который дает бонусы к атаке, защите и, как вы уже догадались, к скорости, которые затем можно комбинировать с другими пассивными скоростными качествами. Но этот пассивный навык легенды – это уникальная способность, которая доступна только легендарным друзьям, таким как реактивный дракон. Если тебе хочется ловить этих друзей снова и снова, чтобы попытаться получить более быстрого скакуна, то обязательно. Просто знай, что эти пассивные персонажи совершенно случайны, так что тебе может потребоваться довольно много времени, чтобы найти идеальную роль. Чтобы узнать больше о Pell World, ознакомьтесь с нашей постоянно развивающейся вики-страницей, где вы найдете руководство, советы, пошаговые инструкции и нашу интерактивную карту. А также с другими нашими видео-гидами, которые помогут с добычей руды, поиск редких ресурсов и многое другое. Что касается всего остального, что касается игр, оставляя это здесь не только.